Всем привет! В эфире заметки о Черкесии и сегодня у нас выпуск, посвященный одной из самых знаменитых битв, произошедших на территории Кабарды в 18 веке, в начале 18 века, между кабардинцами и крымско-татарами. Знаменитая Канжальская битва. Итак, чтобы понять, что такое вообще Канжальская битва, давайте обратимся для начала к предыстории вообще, из-за чего вдруг она произошла. Ну, посмотрим сначала на врага кабардинцев. Значит, Крымское ханство. Крымское ханство на тот момент находилось прямо конкретно плотно в подчинении Османского государства Турции. Соответственно, все эти ханы Крымского ханства, их назначал османский султан турецкий. Как ни крути, но по сути дела это была часть Османской империи, Северный Виолет этот, Сан-Жак. И как бы без этого никак не обходилось, без того, чтобы удовлетворять требованиям Османского султана. Битва произошла в 1708 году. Но если вдернуться немножко назад во времени и прийти в Крымское ханство, мы увидим следующую ситуацию. В 1699 году, за 9 лет до битвы, начал править Крымский хан Девлет II Гирей. В это время колгой, то есть правителем, начальником, был его брат Шехбас Гирай, который, соответственно, был втянут в конфликт внутренний между своими братьями. Ну, это типично для Крымского ханства было, когда они все постались там бороться за власть. Сплошной такой змеятник происходил, друг друга подставляли. В общем, тоже там, что и в Турции очень часто происходило. И против вот этого Шехбас Гирая выступил его старший брат, Инурудин Газы Гирай, который претендовал на его должность. Мятеж его был подавлен, но Газы Гирай организовал новый заговор против своего брата, опять же, Шехбеза. И, значит, в 1699 году в очередной раз по традиции крымских ханов Шехбез Гирей выступает в Кабарду для того, чтобы собрать там дань. Так же получилось, что какой-то был такой период, когда вроде бы как черкесы договорились с крымскими татарами, чтобы они не сильно там не нападали на них, какую-то дань определили. Но крымские ханы не соблюдали и часто планочку, скажем так, поддания немножко перевыполнить пытались. И все это приводило к конфликтам. В очередной раз он выступает в Кабарду, там устраивает очередное нашествие, грабит население. Кабардинцы все массово уходят в горы, поднимается массовое восстание против него. Он там, пограбив, уходит из Кабарды и остановится в Беслинеях. В доме Кабардинского князя Тимура Булата, вроде бы как лояльного к нему, где в это время его убивают. В общем, этого Шехбез Гирая. В то же время, в те же годы примерно, когда все это происходит, сироскиром так называемой Кубанской Орды, то есть, условно говоря, военачальником крымского ханства на территории Кубани, являлся Каплан Гирай. Потом он, значит, поднимается потихонечку по должностям в 1774 годах. И, значит, приходит его очередь править к 1707 году. Он становится ханом крымским. В первое же свое управление назначает своих братьев Мегли Гирая и Москуда Гирая, Калгой и Нурадина. Придя к власти, Каплан Гирая первое, что пытается сделать, соответственно, пытается подчинить кабардинцев вновь. Тех, кто самых, которые восстали. Дело в том, что после убийства этого Шехбез Гирая, многие вынуждены были черкесы, бесслинеевцы именно, уйти из территории Бесслинеев в Кабарду, для того, чтобы, ну, как бы, опасаясь мести, соответственно, со стороны крымского ханства. Что, в общем-то, и произошло. Каплан Гирая еще в 1707 году, тоже первый год своего правления, значит, направляет туда огромное войско, 60-ти тысячное войско, которое просто люто грабит эту кабарду. Люди все прячутся по горам опять. Ему, в принципе, удается пограбить хорошенько, ну, в общем, ему какое-то определенное, не то, что сражение, а рядом мелких стычек его армию сильно потрепали, и он ушел оттуда. И вот он, как бы, готовит на следующий год опять большое нападение. При этом стоит отметить, что еще до того, как он стал ханом, в 1703 году тоже было большое нашествие в Кабарду крымских татар, тоже 60-тысячным войском практически, которая, ну, по другим данным, 40-тысячная, которая тоже, в общем-то, вызвала довольно большие бедствия в Кабарде, тоже его побили, там, ну, как бы, каких-то генеральных больших сражений не произошло, они ушли. И вот мы приходим к 1708 году. Параллельно в Кабарде. Что происходит в это время в Кабарде? Значит, там правление идет великих князей, князь Вали и Кабарды, так называемых, которые всенародно избирались, и в это время это была линия Кургока или Хатокшока, по-другому. В это время правил Жукин Кургока, значит, был старшим Валием Кабарды. Как бы всенародно признавался, ну, большей частью кабардинцев, он признавался как старшего влиятельного князя, главное, в Кабарде. При этом стоит заметить, что более-менее кабардинцам в это время удавалось как-то вот быть чем-то таким единым. То есть они хоть и постоянно там враждовали, но таких массовых враждебных акций не происходило на этот момент. Как бы довольно сильная власть была у Кургока, он был такой влиятельный человек. Ну и, соответственно, в 1708 году этот крымский хан, Каплан I Герай, значит, выступает в Кабарду. При этом он как бы берет еще на помощь и турецкое войско. То есть по разным оценкам оно составляло от 30 до 100 тысяч, но более-менее критичные историки относятся к мнению, что не больше 20 тысяч составляло это войско, в котором очень мало было именно представителей турецкой армии и много турецких инычарков. Там же входили часть нагайцев, подчиненных Крымской Орде, Крымскому ханству. Там, значит, разные представители тех западных черкесов оказались, которые были вынуждены подчиняться Крымскому ханству. И вот это огромное сборище вторгается в Кабарду. В то же время в Кабарде понимают, что это огромное серьезное войско, с которым напрямую не выстоять. Там проводится всеобщая мобилизация, там даже 14-летних призывают. Есть там мнение, что чуть ли не за 30 тысяч были готовы выставить конников, но это очень преувеличено, скажем так, потому что, опять же, все кабардинцы признают, что как бы все тогда понимали, во всех источниках написано, что все они понимали, что им в прямой стычке не устоять никаким образом. То есть, скорее всего, было намного-намного скромнее. Кабардинская конница, хоть и всеобщая выставленная, там на помощь пришли, притянули данников. Он считал, что не менее половины вот этих всадников, они как бы профессиональные были дворяне-орки, то есть профессиональные воины. Канец Кургукат-Ужукин понял, что его не выстоять, он, значит, посылает к хану посланцев с предложением о мире, и где просит несколько умерить ее размеры взимаемой платой. Каплан Первый Гирей, который лично участвовал к хану в этом сражении, они, как бы, подойдя к Кабарде, остановились в то время лагеря. Он ему отвечает, что, дескать, нет, извини, не меньше трех тысяч пленных в год, и разговоров никаких. Кабардицы принимают решение сражаться, дают клятву. И уже после битвы, я там упоминалась у, значит, Пши Татархана Бекмурзовича, он своему брату писал, журнену Бековичу, что в это время, вот, когда они подошли, бои с крымцами продолжались несколько месяцев, полтора-два даже месяца он упоминает, каждый день. То есть имеется в виду, что мелкая тактика вот эта началась с партизанских нападений небольшими отрядами, напали, отошли, напали, отошли. Кусали армию, можно сказать, засады делали. Имеющиеся сведения, в принципе, если собрать их в одну кучу, то они могут прояснить немножко, как это произошло. То есть битва, по идее, произошла в два этапа. Причем основной из них это первый. Значит, как это произошло? Когда к урочи Канжальскому подошли эти войска, то есть под подножие Эльбруса стали лагерем, что приняли решение? Они в степи не могли выступить вместе, ну, напрямую, да, в лоб-лоб с войсками. Значит, утомляли это войско, с небольшими нападками, и потом решили его затянуть в горы. Калга этот первый, Каплан первый, значит, хан Крымский, он тоже, в общем-то, устал там гоняться по степи за ними, и решил так, что большую часть армии он отрядит в горы, и сейчас их там всех разобьет. Что произошло? Капридцы устраивают ложную атаку. Они заманивают войско татарское в ущелье Тызыл, и пытаются там строить ложную атаку, то есть раскалывают, ну, короче, вводят их в засаду, нападают на какой-то отряд, чтобы он увлекся за ними в сражении. Он, ну, этот отряд, естественно, большей частью увлекается, попадает в засаду в ущелье Тызыл, где кабридцы начинают их обстреливать луками и заваливают камнями, и, ну, там, за разными деревьями, с разных сторон это ущелье, так что замыкают этот огромный отряд, и войско крымско-татарское в этом ущелье. Конница там уже развернуться сильно не может, она спешивается вынужденно, и тогда они начинают обстреливать, нападать на них. Встречались описания в канцелярии коллегии иностранных дел России, со слов кабардинцев запишенные, уже после этой битвы, в 1748 году, где указывается, что, дескать, кабардинцы вроде как и не знали об этом. Он пытался тайно послать эти войска, но они вот каким-то образом там разведали и устроили там в ущелье засаду. Пишут, что тесные проходы засели, и через некоторые крымцов и кубанцов горы впустя каменьем те проходы заметали. Тогда в горах при одном салтане крымцов и кубанцов от кабардинцев и от других горских народов по обиду из голоду померло больше 30 тысяч человек. Затем ханс с оставшимися принужден было от кабарды бежать. Ну, сразу замечу, что, скорее всего, это очень преувеличенная цифра. Но большая часть, это огромная часть войска там была. А второй этап, уже после этого сражения, после того, как они в ущелье их побили очень много, значит, происходит второй этап, кабардицам нужно было как бы оставшийся отряд окружить, оставшиеся войска, которые стояли лагерем уже, приканжали, и как бы их перебить. Это в сентябре 1078 года происходит. Тут как бы разные версии есть, но возьмем сейчас основную, и потом я упомяну еще какие бы были моменты. Что происходит? Кургока Атажукин заблаговременно устраивает ночную засаду в Нижнеканжальском лесу на правом берегу Малки. Вот здесь он определяет, что только ночным сражением можно как бы победить войска, потому что, в принципе, они не могут напрямую столкнуться. В ночное время, как в горах темно, поэтому они принимают решение дождаться полнолуния, когда более-менее светлая луна позволяет производить маневры ночные в лесу. А как бы делают такой обходной маневр с двух сторон, закрепляют, как бы окружают этот лагерь крымского хана. При этом им удается тихо нейтрализовать пикеты противника. Тут еще большой вопрос, то ли это как бы так они удачно подослали своих разведчиков, то ли есть по одной из версий, что якобы сдались предварительно в плен некоторое количество таких самых отобранных бойцов-кабардинцев, которые просто в лагере ночью устроили потом вот эту засаду, то есть перебили пикетчиков, изнутри открыли, что называется, ворота, условно говоря. О ночном нападении это, как ни странно, упоминает молдавский господарь Михаила Араковица в своем письме в посольском приказе. Значит, он пишет, что действительно они напали ночью и как бы внезапно ударили так, что застали весь лагерь этих крымско-татарских войск врасплох. Турки также пишут, что черкесы прибежали к хитрости и устроили ночное нападение, перерезав всех, кто успел спастись бегством. Для этого что они придумали? Изготовили связки из коры смоленистой древесины, а в Нижнекаржарском лесу действительно росли сосна и березы. Привязали их к хвостам трехсот лошадей и подожгли их и погнали этих лошадей на спящий лагерь. Лошади, естественно, испуганы пламенем вот этим всем. Они врываются в этот лагерь. Там, соответственно, в гущу татарских лошадей влетают. Тоже там кто загорается, кто испугался. В общем, лошади тоже начинают разлетаться в разные стороны. Начинается в лагере паника совершеннейшая. Пишут, что проснувшийся шум а татары растерялись, думали прежде всего, что огонь упал с неба, что действительно наступил конец света. В это время они их окружили. Естественно, окруженные татары, они сражались яростно достаточно. Но как бы это им не помогло, потому что застали врасплох, ноги перебили сразу. И только там чудом случилось, что хан крымский с трудом вырвался из окружения, убежал. Большинство татар полегли или сдались в плен. При этом крымский хан оставил в плену своего брата и сына. Ну и, соответственно, все там снаряжение, пушки, палатки свои, все там, что можно было. Есть даже сохранившийся исторический источник в одной из песен кабардинских, называется она «Война с Крымом». Есть такие строки, что в верхнем конжале из ружья стреляют, а в нижнем крымцы рыдают. И один из участвующих в битве, участник, кабардинский военачальник Пшиита Тархан Бекмурзович, которого мы уже упоминали выше, писал, что побито у крымцев было 11 тысяч. И это считается наиболее реалистичной цифрой. Грубо говоря, 30 тысяч пришло, 20 тысяч пришло, 11 тысяч погибло. Ну, или в плен попало. Сам хан ушел в одном кафтане с малыми людьми, а иные без боя с гор убивались. Ну, то есть, с ущелья падали. Ну, взяли очень многих аристократов крымско-татарских в плен, простых крымцев, множество коней, их там, вооружения, прочее, прочее, прочее. И калмыцкий, например, хан Аюка, который, в принципе, участвовал, был свидетелем этой битвы, сообщал, что тоже около 100 знатных крымцев попало в плен, значит, что крымский хан попал в плен, и только вот с трудом потом, в будущем, договорились крымчаки, и за огромные деньги выкупили его из плена. Про брата ничего не говорится. Допустим, некоторые авторы упоминают, что это было скорее бойнее, чем бой. В описании говорится, что около трех суток они потом хоронили погибших на этом поле боя и делили трофеи. В первую очередь, в тот момент, черкесский вот этот поход, эта Канжальская битва, они вызвали беспокойство в Стамбуле у русского посольства, которое не знало, что там происходит, а битва действительно была решающей, особенно для России в тот момент. Есть сведения, что русский посол постоянно держал в тонусе, что называется, все посольство, постоянно ходил, уточнял, что происходило. Потом с 12 октября стали поступать сведения о том, что, точнее с 26 октября появляется сведение о том, что хана разбили и как бы успокаивается наше посольство. В Стамбул тогда пришло такое письмо, что от войска хана уцелело всего около пяти тысяч человек из отряда Муртезы Паши, то есть главную, у которого было больше четырех тысяч турок конных, возвратилось в Керчь всего человек с тридцать. И в этот момент получается, что когда вернулся крымский хан соответственно к себе домой, его османский султан его снял с должности хана и отправил в ссылку на Радос. Ну и соответственно весь это разлетелось вообще по всему в общем-то тому известному свету, по всей Европе, в России. Дело в том, что ну это считалось так на тот момент, что крымско-татарская армия, она вообще самая крутая еще при поддержке турок была, это просто там мощнейшая армия непобедимая считалась. Турки на тот момент включая в свои войска крымско-татарские вот эти отряды, они воевали активно там чуть ли не в центре Восточной Европы уже куда встали. И вот в этот момент какие-то такие в Европе еще мало пока известные кабардинцы одерживают такую сокрушительную победу над крымским ханом, вынуждают его бежать. Ну в первую очередь, как я уговорил, молдавский царь, господарю Михаил Раковиц упоминал, что хан какой срам урона напасть воспринял черкезов, если дело достойное слышанию. То есть такого типа невиданное было сражение, что на силу его там убежало еле-еле. Значит, соответственно, у Кабарды, как у цельного государства на тот момент воспринимаемого в мире, ну естественно, поднялся очень серьезный авторитет на Северном Кавказе, она еще не центральным государством стала таким серьезным, могущественным достаточно в глазах других стран. Это было важно и для России, которая убедилась наконец-то, что не получилось у Турции свои как бы интересы геополитические продвинуть. Северный Кавказ проиграла, и с этого момента как бы политика и у Кабарды стала лучше развиваться с Россией, то есть в пользу России. Они естественными союзниками стали на этот момент, как бы и дальнейшие события показали именно такой сход дела, что Россия стала объединяться с Кабардой против Турции и потихонечку осваивать Кавказ. То есть она после почти перерыва, почти в сто с лишним лет вернулась обратно на Кавказ. Сам, естественно, Кургока Атажукин, он стал очень влиятельным лидером. При нем после этого сражения Кабарда полностью объединилась в цельное монолитное государство практически, но, к сожалению, ненадолго, для него лично, но сама Канжельская битва она в умах стала таким символом победы над крымским татарским войском, как победа на Куликовом поле для России, хотя Россия тогда не выиграла, грубо говоря, всю войну. То есть, как говорят, битву выиграли, но еще сто лет платили дань. Но морально это была уже победа над Золотой Ордой, так и здесь, получается, морально это была победа над крымским ханством с вечными такими врагами. Хотя, врагами условно, потому что периодически были союзники, кабардинские князья, частенько привлекали крымских ханов в своих междоусобных войнах. Но это отдельная история. Появились многочисленные, естественно, легенды. В исторической песне, посвященной Кургока, ему дается характеристика как самый счастливый и удачливый из князей. Как я уже сказал, ненадолго он этим пользовался, к сожалению, через год или два по разным источникам он умер и писал, значит, тот же самый Татархан Бюк Мурзович, что они вплоть до того, что Бог оскорбил их тем, что такой великий человек, который только, казалось бы, должен был плодами своими воспользоваться, он вынужден был уйти в мир иной. Итак, битва эта упоминается у многих иностранных авторов, как я уже говорил чуть раньше, но упомянем основные из них. Это уже упомянутые ранее Абриде Лематре, французский агент шведского короля на Кавказе был. В 1611 году он, значит, все это записал и целых два тома в своих путешествиях потом выложил в Лондоне в 1724 году издал, где он упоминает вот эту битву с слов именно кабардинцев. У него особенность такая, что он говорит о ста тысячах татар, участвовавших в битве. Следующий, известный, значит, такой писатель Головани, Ксаверио, который был французским консулом в Крыму и первым врачом хана в Бахчисарае, он описание Черкесии составил, книга, которая вышла в 1724 году, который он также описывал вот эту всю историю. Единственное, что он упоминает там о пяти тысячах татар павших, то есть мы видим здесь, что, естественно, в Крыму принижали потери, в Кабарде их завышали. Стандартная история. Также Гербер и Агант Густав в 1728 году, который по поручению царской России делал карту Кавказа и описание делал к ней, соответственно, в которых упомянул тоже об этой битве. Здесь мы видим подробное обстоятельное описание, в котором он упоминает о тридцати тысячах татар, которые выступили в Черкесии, в Кабарду. Также путешественник немецкий Энгельберт Кемфер в 1711 году записывал такую же историю. У него есть интересная особенность, где он упоминает о тридцати неких таких бравых молодцов, которых кабардинцы заслали в тыл к врагу. Они перебежали к татарскому хану и в определенный день просто по сигналу перебили знатных офицеров, устроили переполох, чем сумели, позволили, в общем, бояскам окружить лагерь. После смерти Кургука от Ажукина обстановка в Кабарде сильно дестабилизировалась, дело в том, что, естественно, не успев воспользоваться этими возможностями, началась как бы склока междуусобная между разными партиями родовыми за право быть какой из представителей родов станет князем Валием, главным князем Кабарды. Вся эта междоусобица очень сильно усугубилась и вызвала значит полное истребление рода пши Олегока первого Шагеноковича, из которого был Кургал Ажукин. В общем, здесь род исчез, а страна погрузилась в такую междоусобную гражданскую войну на долгие годы, разделившись на две партии, Кашкатавскую и Баксанскую. Там чуть ли не вплоть до приходу сюда России и потеря Кабардой независимости все это длилось, хотя сама битва до последнего момента в голове и по сей день она находится как символ независимости и борьбы за независимость. По поводу вот этого князя Кургу Катажукина последнее что хотел сказать что его дочь Джан она же Вера Дондуко стала женой калмыцкого хана Дондуком Бо матерь четырех его сыновей по старой традиции очень много было таких родовых связей с калмыцкими ханами у кабардинцев но в данном случае это был очень влиятельный тоже такой калмыцкий князь хан точнее он когда-то и против России выступал и за нее ну как серьезные силы представлял регион что касается последствий битвы как я упоминал для России это важный шаг на Кавказ восстановление отношений для многих европейских держав тот же молдавский государь вздохнул легко ему естественно крымское ханство обескромлено оказалось ему легче стало пожить не опасаясь таких нападений с ярким примерами является такой факт как участие в битве под Полтавой дело в том что турки были союзниками шведского короля против России естественно крымские войска должны были выступать во всех их битвах и вот эта вот битва она послужила тем что крымские войска не смогли ну их не осталось разбили они не смогли прийти под Полтаву естественно они поддержали шведского короля и в общем-то наверное в какой-то мере помогли победе русского оружия под Полтаву ну собственно Канжальская битва она очень важная она как я уже сказал она по сути как Куликовская битва конечно дань приходилось дальше выплачивать и нападения продолжались в следующие годы крымских татар но самое важное психологическим моментом что это победа именно серьезная победа над врагом происходящим ранее врагом значит есть еще какая-то такая мутная история про некий осетинский вроде как фольклор в котором упоминается то ли Эльбердук Туганов то ли Эльбердук Талсултанов якобы кабардинский князь на службе у татар крымских который с той стороны выступал и что он воспитывался в Дегории и когда это войско было разгромлено то он уходил через Дегорию потому что очень хорошо ее знал хотя это большой крюк но не очень понял честно говоря тут слишком много путаниц с этим по поводу совока плана первого герая через 5 лет он был восстановлен опять вернули его из Радоса из ссылки восстановлен в качестве крымского хана потом ему дальше пришлось бороться с опять в междоусобице внутренней когда один из его родственников восстал перебежал к нагайцам поднял восстание среди них пришлось подавлять восстание нагайцев так вот сколько я знаю вроде бы есть памятник на месте этой битвы какой-то но это очень далеко не кажется туда пойдет вроде бы в Нальчике должны были поставить памятники то есть камень стоит такой предварительный что здесь будет памятник Анжарской битве но пока нет ну и Анжарская битва в искусстве в художестве в Кабарде ну и конечно нельзя не сказать что некоторые исторические некоторые деятели от истории они как бы вот иногда отрицают вообще эту битву произошедшую считают выдумкой фольклором иногда принижают ее то есть до уровня каких-то стычек то есть это обычное ежегодное вторжение и обычные стычки здесь как бы есть очень много источников которые подтверждают именно факт значительный именно битвы ее описание огромное количество самых разных источников то есть здесь как-то подделать сложно когда это международные такие разные разные деятели об этом упоминают с другой стороны тут можно спорить лишь о масштабах да иногда говорят вот дескать там подумаешь там повезло просто кабардинцам хитрость подожглеть и них они коней загнали туда вот и ну чистая удача якобы что так случилось ну дело в том что не просто удачно а очень рассчитанные военные маневры очень большая хитрость применена то есть это надо обладать знаниями военных маневров военных этих действий каких были у Курбако от Ажукина который их и применил это говорит о том что он одаренный был военный военачальник опять же могу привести пример из русской истории битва при молоде знаменитая 1572 года ну как знаменитая условно она не часто сейчас упоминается но она была решающей вообще для судьбы России потому что похожая очень ситуация когда огромная толпа крымско-татарских и турецких войск вторгается в Россию сжигает Москву и в общем-то собирается сделать уже там семейство этих ханов они уже делят себе вочину из разных областей России и вот небольшой отряд в гуляй-городе как типа у ковбоя против индейцев представили они эти кареты так и здесь что-то такое типа гуляй-город оборонительное сооружение которое с маленьким отрядом оно против огромной массы этих войск устаивало несколько дней сражалось и перебило огромное количество массу этих конников пока подошел отряд и окружив это все дело полностью разбило это крымско-татарское ворско в этот раз не то что попал в плен полегло огромное количество аристократии крымско-татарской там вся знать практически и Крым вообще обескровнен оказался на 20 с лишним лет никаких походов уже не совершал никуда то есть вот и пример маленькой как бы такой вот маленького отряда который сумел там обман военной хитрости применив мистерельное оружие вот эту вот оборонку против конницы которая была не готова к этому да то есть какие-то обманные маневры соседних отрядов то есть малыми силами сумели выиграть то есть это огромное символическое значение имеет битва так что примеры есть и стоит принижать ее особенно когда есть источники на этом все подписывайтесь ставьте лайки комментируйте делитесь с друзьями и до новых встреч всем пока субтитры